Уникальный мобильный комплекс информирования и оповещения населения – настоящая находка для спасателей. В комплект входит светодиодный экран высокого качества. Он позволяет работать в любых погодных и климатических условиях в любое время суток. А главное – агрегат полностью отечественного производства. Супермашина не только может следить за всем происходящим, но и отправлять картинку в штаб. Для этого на борту оборудованы четыре камеры с круговым обзором. Сигнал идет через спутник, и потому перебои со связью ему не страшны. Аналогов нет, потому что здесь в этой машине собрано многое. Не просто, простыми словами, телевизор на колесах. Здесь много систем связи, которые ведут и прием связи, и передачу связи, и мониторинг данных происходит обстановки как в обычное время, так и при ЧС. Умный автомобиль умеет измерять окружающую температуру, скорость ветра и уровень радиоактивного загрязнения. Раньше такие системы были стационарными. Колеса к ним прикрепили в Башкирии. Большой экран может транслировать любые картинки, в том числе и телевизионный сигнал. В автономном режиме система может работать двое суток. Сегодня нам представлен автомобиль комплексного оповещения населения. Это качественный новый уровень в этом направлении. Такого подобного оборудования в Севастополе никогда не было. И можно сказать, что сегодня мы впервые имели возможность ознакомиться с его характеристиками. Мобильный комплекс поможет в очагах возникновения чрезвычайных ситуаций или труднодоступных участках местности, а также в тех населенных пунктах, где отсутствует централизованная система оповещения. Стоимость техники от 8 до 12 миллионов рублей. Разработка достаточно современная. Она позволяет как на местности оперативно доводить информацию до населения, так и принимать информацию от других источников. Управление обеспечения мероприятий будет рекомендовать правительству или предлагать правительству, чтобы такой комплекс закупить и в результате своевременно выполнять свою функцию по оповещению информирования населения. Первая на всю Россию супермашина может появиться в Севастополе. Поступит ли комплекс на вооружение спасателей, зависит от финансовой возможности города. Ксения Богинская, Павел Красиков, Севинформбюро.